В общем, братья в курсе, откуда деньги Фрэнка, и Фрэнк предлагает им работу. Сначала он себя ставит, так сказать, пошёл и Дресаэлбу прилюдно грохнул. Да, это всё вместе. У меня как у бывшего милиционера это вызывает неподдельнейший интерес, потому что в толпе этих дегенератов там присутствует половина примерно полицейских осведомителей. Только на крючках висит. Как ты понимаешь, да, которые насрать на тебя с высокой горы. Все побежали сразу стучать, что это вот он, его застрелил, блин. Так не делают, есть некие правила, которые надо соблюдать. Выглядело красиво, безусловно, красиво, да. Странно, кстати, что там ему башку такой пулей не прошибло насквозь, и там ещё триларька не полегло. Как карандаши, так, ох, нихуя себе. И последнему набило огромную шишку девяти. Ну вот у меня вопрос про отношение братьев к этому. Почему Фрэнк подтягивает их, понятно. А братья, увидев это, и увидев, как Фрэнк на их глазах, получается, только что кушал, пошёл, убил человека на улице. И они, тем не менее, соглашаются. Это же деньги. Это же мир чистогана, Джун, за бабки готовы на всё, абсолютно. Вообще справедливо подмечено, вообще ничего не обсуждается. Что нормально, а что не так-то? Он застрелил, значит, так надо было. Это же наш брат. А тут гад какой-то. Завалил, правильно сделал, мы целиком на твоей стороне. Правильный выбор, так сказать, таких родственничков привести. Но в целом все дегенераты, конечно, все до одного. Вся семейка дегенераты, начиная с мамаши. Хорошо, папа не дожил, хотя, может, его и не было, я не знаю, может, они от разных отцов там, это у них принято так. Вот момент немножко в сторону, вот мы до этого обсуждали «Лицо со шрамом», и помните, вы говорили, что видели в американских передачах, когда приходили к популярным людям, и у них на почётном месте диск, кассета… Кинозал и «Лицо со шрамом», «Оскарфейс» обязательно, да. И они выставляли это как образец, поднялся, торговля наркотиками и т.п., хотя вот мы с вами обсуждали, что не всё то, как это продемонстрировано дело в «Лицо со шрамом», никуда не годится. А вот здесь, как Фрэнк всё наладил, как вы думаете, вот почему на этом месте у них не стоит диск с американским гангстером? Ну, во-первых, он новый относительно. А во-вторых, ну как-то там неуспешный успех у этого Фрэнка, как-то не очень успешный. Ну Тони Монтана… Тони Монтана, он ушёл тоже красиво. Да. А я всё равно стою! Клюв белый, пулемёт, хороший костюм вшитый, он ушёл и ёбнулся в этот самый, в свой бассейн, а этот как кончик. Тюрьма какая-то, во-вторых, всем сдал, это вообще западло, это просто западло. Потому что в конце там вообще трагедия, он просто сдал, как крыса, он достоин смерти. Да, да. Его ещё убить надо сразу. Кстати, братва ему припомнит это, скорее всего, потом его где-нибудь в душ это нашил, это повесил. Не, он вышел, там показали. А, ну это… Не знаю, почему ему не нравится – не знаю, но он дурацкий, он со всех сторон дурацкий, потому что вот сама находка – возить, поехать, договориться с китайцами, возить героин из этого, из Индокитая в гробах, что никто ничего не знает, никто ничего не видит, отлично всё придумано. И тут же какая-то серия абсолютно идиотских поступков. Продавать не разбавленный, позвать… Это командир корабля просто знает, сколько у него вес какой-нибудь. Там, понимаешь, оно абсурдное на всех уровнях. Вот ты вот вылез и начал, ну грубо говоря, сколько стоит там доза, двадцатку условно, вот у людей по двадцатке продаётся, а твой просто, как уже говорили, в десять раз чище, т.е. я как-то теряюсь… Грубо говоря, можно двадцатку заплатить, а вмазаться четыре раза. Утрируем, да. Вот это вот на десять кубов, то, что ты за двадцатку у одних покупаешь, а у него в десять раз чище, за те же деньги сто кубов поставиться можно. Ты просто в девять раз к нему не придёшь просто. И обрати внимание, вот у этих сразу перестанут покупать, а их, между прочим, кто-то крышует – те же итальянцы. О чём там? Разговоры-то с итальянцами, что типа давай, ты тут рассуждаешь на уровне какой-то частной лавочки, а мы тебе организуем сеть сбыта по всем Соединённым Штатам. У нас тут Чикаги, там, Новые Орлеаны и всякое такое. Ну, вот он начал продавать в десять раз мощнее, а у этих сразу перестали покупать, тебя убили бы уже к вечеру просто. Потому что что это такое, что ты тут устроил? Отлаженный механизм работает, там с этого же кормятся сотни тысяч, о чём там и говорит – менты, бандиты, доставка, продажа, там всё на свете, всё вокруг этого крутится, а тут ты пришёл, как слон, в посудную лавку херак и всё поломал, а теперь покупать будут только у тебя – это что ты такое сделал? И вместе с родственниками твоими тебя пристрелят вообще без всяких этих… Если он-то там ездит с телохранителем с каким-никаким, но хоть как-то там прикрыт, а этих-то дураков передушили бы просто сразу сельских, это вообще непонятно. В общем, кроме организации процесса, всё остальное – бред сумасшедшего вообще. И тоже показательный момент относительно того, как его вычислили – а это кто такой? Кто это? Вот это в красивой шубе. Особенно вот меховая шляпа. Шляпа-меховая балалутская. Натурально – сутенёр, т.е. дебил, блин, что это вообще за шмотки? В таких шмотках вот, насколько я, только негры-сутенёры ходят. У него должен быть посох и кубок сутенёра. Я не знаю, бывают ли белые сутенёры у них или только чёрные, но белого в такой одежде представить невозможно, а это вот как лопатой по голове дали, пришёл в себя, сейчас красиво оденусь, блин. Шуба, шапка. Странно, что у него шуба была не леопардная. Да, шляпа-меховая. Шляпа-нетревуха. Идиоты, блин. И… А кто это такой? Нихера себе! Вот это полиция! Вот это я понимаю, да. Т.е. Вот тут у вас живёт не просто уголовник, а глава местного наркокартеля, а вы, блин, не знаете, кто это такой. Вот это да, вот это я понимаю, вот это криминалистические учёты. Это похоже, как в Москве, помнишь, находят какое-нибудь казино подпольное, там 250 или 300 одноруких мандитов, блядь, его никто не видел, кто ж… как так? Люди туда не ходят, не играют, хер знает, что тут было, блин, такое, да. Участковый – не в курсе. Уголовный розыск – ничего не знает, блин, да не ядрит твою награду. А вы представляете, Петрович-то помер, как помер, ну каждый вечер приходил в кабак, попивал 2 литра водки, литр коньяка и 4 кружки пива, а потом помер – почему? Никто не знает. Никто не знает. А может быть, это связано с тем, что они в Чёрном районе живут, в Карлиме, и туда… Какая разница, а там полиции нет, что ли? Она везде… он не живёт в Чёрном районе, он в хорошем месте. Нет, он в хорошем, но весь бизнес его там. Ну на здоровье. Там полицейские тоже кушать хотят. Да. Они там есть. Вот всё куплено, как вы говорите. Есть. Так они видят, ёлы-палы, они видят, что кто-то начал продавать. Ты не слушаешь. Нет. Вот эту продаёт 10%, а тут начинают продавать 20%, и сразу перестанут покупать вот это, а вся полиция в доле. Вся абсолютно. Кто это? Кто это сюда влез? Это наша территория, это наши деньги, кто это влез? Всех за жопу, избиение, пытки туда-сюда 3 секунды, и уже понятно, кто там стоит во главе – так не бывает вообще. Что тут ни хера себе? Бизнес, бизнес. А я что, на мне что, шапка невидимка, ко мне никто не подходит? Это как при нашей жизни, помнишь, хотел прийти тут сосед-музыкант какой-то? Я ему объяснил, что если ты будешь играть на своих барабанах, ты подорвёшь наш бизнес. Он не понял меня, я с ним поговорил, он исчез. Наш бизнес остался, а его нет. Как же если ты… Вместе с барабанами. Вместе с барабанами. Все хотят заработать деньги. Вот это тщеславие хвото-липовое – действительно так было, что ли? Наверное, и Фрэнк же тоже давал взятки, он не мог этого не понимать. Естественно. Нигера себе, блин. Да как это вообще? Ты не в вакууме живёшь. Я тебе рассказывал, я не помню, кто там, фамилии могу перепутать, как глава семьи Дженовезе, когда там помер босс, то после себя он не мог никого оставить, у него не было никого из, так сказать, подручных боевых, так сказать, и он бухгалтера семьи, оставил на роль босса, а тот был бухгалтер, он был не уголовник, и принял сразу решение, что надо встречаться с капитанами, пусть они приезжают к нему домой. То есть, в нормальной обстановке босс выходит, садится в машину, водитель везёт его до ближайшего торгового центра, там они вылезают, заезжают на стоянку подземную, вылезают, садятся в другую машину, едут в другой торговый центр, там вылезают и садятся в микроавтобус, один за руль, второй в эту самую, потом они ездят по улицам и подбирают людей на углу таком-то, вот подобрали, где он забрался, и внутри сидят, шепчут, там орёт музыка, а они шепчут на ухо, договорились, высадили на другом углу, поехали, подобрали следующего, опять в универмаг на стоянку, пересели в одну машину, опять в другой универмаг, пересели в ту машину, вернулись домой. Только так, никак по-другому вообще, автобус непрозрачный, там стёкол нет, не видно, кто с кем встречается, ничего не слышно, ни зачем нельзя подсмотреть, ничего нельзя подслушать, вот так, а этот, значит, да, всех капитанов давайте собирать. И ФБР, сидя возле дома, начинает фотографировать, кто же туда приходит, это недопустимо, т.е. это нарушение самых основ конспирации, но главное здесь не это, ФБР начинает фотографировать, о, оказывается, вот этот человек – бандит, оказывается, это из итальянских мафиозных группировок, я читал уже просто лёжа на полу, так как это… у нас любой участковый знает, кто у него на территории судимый, кто у него уголовный авторитет, а уж если это вор в законе, то это знает 10 участковых вокруг, что вот этот вот там какой-нибудь дед живёт вот здесь, это все знают абсолютно, и кто к нему ходит, и кто где сидел, кто с кем сидел, в одном отряде были, ни в одном, на одной зоне, ни на одной, всё это всем в уголовном розыске известно тем более, а тут ФБР, блин, т.е. это фактически ФСБ, которое работает внутри страны, ФБР, они не знают, что вот это вот… Как хорошо жилось, что они видите. Да, пипец вообще, тут они, понимаешь, увидели его в шляпе с фото, кто это такой, блин, это бред сумасшедшего вообще. Но так, тут верю, тут верю, это так работают правоохранительные органы внутри Соединённых Штатов Америки, им просто это не надо, поэтому они такими людьми не интересуются.